Прорыв границы в Курской области, клоны танков движутся вглубь России, а Путин экстренно собрался в без. Об этом не только говорим сегодня с ведущим в Ходорковский лайв Сергеем Асланяном. Сергей, я вас рад приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Перед тем, как мы начнем наше с вами общение, мы здесь традиционно сначала обращаемся к нашей с вами аудитории. Если смотрите нас в прямом эфире, поставьте этому видео лайк наперед. Если не понравится, в конце собирайте. Напишите прямо сейчас комментарий, откуда вы нас смотрите, в ваш город. Ваша страна. Нам очень интересна география нашей с вами аудитории. И так, те месседжи, которые мы сейчас будем обсуждать, их увидят как можно больше людей, а это сейчас точно важно. Сергей, начнем с тех событий, которые сейчас происходят в России, в Курской области. Якобы ВСО прорвали границу, на 25 километров продвинулись вглубь России. И тут сразу нужно добавить, что эта информация от российских пропагандистов, Украина информацию не подтверждала. Но хочу услышать вашу аналитику этих событий, что это может повлиять и как на это может реагировать путинский режим. Вот теперь мы опять слышим такое словосочетание, давно забытое, как Курская битва. Это август 43-го года, а вот теперь, оказывается, это август 24-го года. Такое совершенно фантастическое совпадение. Режет слух до сих пор, поверить в это очень тяжело. Но российская пропаганда и Коношенков лично говорит о том, что оба Зеленских уже убиты, 5000 танков уничтожено и 25 миллионов украинских солдат, проникших на территорию, остановлены прямо непосредственно на границе. Но, правда, есть некоторое количество потерь со стороны российских, взятых в частности в плен срочников. А так, конечно же, атака уже отбита была сразу, это как Киев за три дня. Это проникновение неизвестно кого, неизвестно куда, остановлено. Примечательно то, что, во-первых, признали и сказали, что есть такое, действительно идет война. Во-вторых, замелькали географические привязки, суд же, например, и направление главного удара Курская АЭС, город Курчатов. Они тоже очень тревожат, и по этому поводу российская власть разводит руками. Это вот как раз то, о чем и было много раз уже сказано на уровне аналитики, когда только-только предполагали. За вот этой условной ленточкой никаких войск-то нет. Россия не прикрыта, Россия открыта. И когда украинский солдат-освободитель войдет в пределы российских территорий, сопротивляться ему, во-первых, никто не сможет, во-вторых, просто нет. И мы видим, что впервые, безотносительно того, как к этому относятся так или иначе, в ВСУ, не делающие никаких заявлений, и генеральный штаб российской армии, делающие заявления. Это не разведывательная диверсионная группа с отдельной акцией. Это армия с хорошей войсковой ориентацией на местности, прекрасным совершенно распределением сил, и очень хорошим, грамотным взаимодействием различных систем и вооружений. Потому что и прикрытие ПВО, и дроны, и тяжелая техника, и танки, и артиллерия, и причем еще инженерные машины. Вот это совсем не диверсия, это совсем не разовая акция. То есть российскую территорию в данном случае посетили регулярные украинские войска. В войне это впервые. Российская сторона признала, причем сразу сказала, что, во-первых, силами батальона, и при этом посчитала, еще заглянув туда, за диверсионную линию, что там целая бригада. И общая численность превышает тысячу. И не хватает только еще, ну, пожалуй, пары подводных лодок, и тогда будет понятно, что вот теперь точно все, потому что это вся королевская рать пришла. И Россия в этой связи абсолютно беспомощна. И Патрушев собрал совещание и потребовал за два дня выиграть Курскую битву, потому что первые, кто попадает непосредственно в поле зрения общественности, это пограничники, это их зона ответственности, это они должны были что-то сделать. Для прикрытия границ в этом отношении, в этом направлении, на этом участке был срочно год тому назад сформирован полк из кого ни попадя, из срочников. И именно они попали в плен, именно они как раз и оказались полностью беспомощны. И там еще где-то фигурировали кадыровцы, которые быстро испарились, и даже тикток они оставили в памяти себе. Получается картина. Украина регулярной армии пошла очень серьезно на российскую территорию, прекрасно понимая, что этим самым можно и перекрыть поставки газа в Европу, а можно выйти, например, на Курскую атомную электростанцию. Российская сторона говорит о том, что группировка врага разбита, а защищаться нечем. И губернатор мечется, потому что с него спрашивают. За проигранную Курскую битву спрашивают не с армии, не с Патрушева, спрашивают с губернатора, который разводит руками и говорит, я вообще не знаю, что делать, у меня там вот церковь одна полыхает, у меня никакой эвакуации нет, при том, что он до этого рыл зубы дракона и все остальные варианты защиты населения, когда должны были ополченцы и партизаны, что-то такое из себя показать. Поскольку войск никаких нет, противодействовать нечем, Россия единственное, что смогла, это попытаться предпринять ковровую бомбардировку по своим же, ну как, это же уже враг зашел, значит, все те люди, которые жили в этих деревнях, рядом с границей, они теперь уже захвачены, они теперь уже, видимо, как вампир укусил, и после этого они тоже вампиры, поэтому они подлежат уничтожению. И не надо никого щадить, честь бундира превыше всего, из российских пределов нужно супостата изгнать, и поэтому первые, кого смогли уничтожить, это свои собственные. Именно они попали в статистику, когда на высоком уровне говорят о количестве жертв. Там трое погибло сразу, там порядка 28-35, непонятно скольки, пострадало. Это вот они, это как раз от противодействия. И здесь очень момент, на себя обращающий внимание, хотя он не воспринимается как важный. На мой взгляд, субъективный, это кардинальное отличие двух систем. Ведь на Украину, два с половиной года тому назад, напала орда уголовников. Это бандюги и воры, это преступники. Вот те, кто под видом людей в военной форме, прикидывающихся солдатами, поначалу даже солдатами-освободителями, эта тюрьма напала на свободный мир. Вот Россия и Украина сами по себе в состоянии развода живут 33 года. И какие разные люди получились, какие два разных социума построены в Украине и в России. Тогда российский солдат-освободитель вошел 24 февраля 1922 года в Украину. Он в борьбе с украфашизмом начал как в тире отстреливать гражданских. Так здорово. Машинка едет, а давайте-ка мы ее из пулемета. Люди бегут, женщины, дети, а давайте-ка мы их из автомата. И выяснилось, что это убийцы пришли. Это пришли каратели. Не освобождать, захватывать. И Россия оставила чудовищный кровавый след, как в глухое Средневековье, когда уничтожали и Буча, и Ирпень, и остальные страшные точки на географии, а также на репутации России и на израненном теле Украины. А вот Украина вошла в российские пределы. Где сообщения местного населения о страшных преступлениях украинских военных? Где заложники, мирные, взятые в плен, замученные, расстрелянные? Вот какой мир пришел. Вот какая украинская армия. И есть статегическая цель. В данном случае направление удара Курская АЭС и вот этот суджинский пункт перераспределения газа, который надо заправлять. Есть политическая цель. Всему миру показать, вот она сила. Вот буквально вчера и в 16 в небе появились, а вот сегодня, смотрите, мы уже начинаем освобождать российскую землю от путинизма. И есть еще одна очень важная моральная составляющая. Посмотрите, какие люди напали на Россию. Посмотрите, как они себя ведут. Посмотрите, что они делают. Они ничего не делают. Никаких военных преступлений. Это вот стилистика войны, которую в последний раз по мемуарам мы помним в 14-17 году, Первая мировая война, когда мирное население точно знало, что их это не касается, и войну наблюдало через окошечко, через забор. Ну, смотрите, австрияйки пошли, о, русская армия пошла, вот немцы пришли, а вот опять русская армия. И не было никаких репрессий мертвого населения. Все оставляли вне зоны своего действия. Ну, там какие-то обыватели на заборе. И в России мы видели, что когда диверсионные группы заходили в Белгородскую область, насколько спокойно мужики через забор общались с украинскими солдатами-оккупантами. И говорили мирно, неиспешно, покоривая, и сели, ну, а что вы тут? Ну, зашли, да. И опять-таки, после того, как диверсионные группы уходили, не было вообще никакого разговора, никаких свидетельств, никакого видео о зверствах укронацистов, которые вошли в русскую землю. И вот сейчас пришла армия, и опять все говорят о том, что бомбы сыпятся. Тут возникает вопрос, вы уверены, что это украинские бомбы? Потому что ответный удар, как раз авиаудар, которым пытались выбросить украинцев за пределы революционной линии, он как раз пришел спас вами в первую очередь. И тем не менее, как обращаются с мирным населением? Как и полагается, с мирным населением никак. Не репрессируют, не убивают, не уничтожают, никакого концлагеря не создано, никаких пленных не взятых. В плен попали только военные. И вот это огромное моральное преимущество Украины, которое нам показывает всему миру. А зато она показывает еще и Россию. Потому что даже пропаганда российская, тот же самый Коношенков, он в свои доклады не включает, что вот там убито два Зеленских, подбито тысяча танков, уничтожено 8 украинских подводных лодок, сбиты все спутники, которые летали над российской территорией, там зверски замучено в концлагерях кровавого украинского режима 100 миллионов российских граждан. Нету этого. Коношенкову придумать любые совершенно словосочетания и обвинения Украины, это никаких проблем. Буквально. Взял и придумал, сказал, что смотрите, там, а мальчика распяли, и бабушку Клаву пристрелили, и дедушку Пыхто тоже там танком задавили. Нету этого. Даже придумать такое не получается. То есть даже не хватает фантазии для того, чтобы настолько оболгать Украину, выставляя ее, как фашистский режим, безудержно, кроваво вошедший в пределы Российской Федерации. А вот этого нету. Не приклеивается этот ярлык к Украине. А с точки зрения войны мы видим, что неизбежное произошло. Слабая российская армия оказалась абсолютно не готова. Резервов в этой стране? Да никаких нету. Ну, дети какие-то там, которые в плен попали, попытались какую-то организовать оборону. Командиров нет, и Z-паблики пишут о том, что не командиров отделения, не командиров взводов. Бьются в окружении, снаряды кончились, что делать непонятно. И вообще, как воевать-то? Они и не готовились к этой войне. И Путин, который провел серьезным лицом совещание, и не сказал ничего, потому что ему нечего сказать. Единственное, что потом в качестве послесловия к его совещанию было, о том, что, пару слов, не будут срочников отводить из вот этих территорий, где они сейчас попадут под огонь и погибнут. Ну, срочники так срочники. Других нету. Все остальные, кто на контракте, кто за 400 тысяч, за миллион рублей пошли убивать украинцев, они по ту сторону. А по эту Россию защитить некому. Поэтому, когда украинский солдат-освободитель войдет уже дальше вглубь территории, то, собственно, сопротивления не будет. А вот хлеб-соль, пожалуй, будет. Потому что все равно свои пришли. Понятные, говорящие на том же самом языке, возможно, с акцентом, но это свои пришли. Которые не тронули пальцем ни одного мирного, позволив всем, спокойно покуривая через забор, переговариваться с приезжающим мимо украинским танком, зная, что его это не касается. Сергей, интересное историческое сравнение с Курской битвой. Как мы знаем, Путин, он любит историю, любит часто сравнять себя с кем-то из прошлого, то с генсеками СССР, то с кем-то царями. Вот на фоне сегодняшних новостей Путин экстренно провелся в БЕС. Как вы считаете, как лично на эту новость и на те события в Курске реагировал Путин? Доложили ему? Кто? Доложил, потому что мы знаем, что плохие новости Путину докладывать достаточно страшно. И какие последствия будут для Путина лично и для его безопасности? Путину, как всегда, ничего не грозит, потому что до тех пор, пока американский президент не распорядился ЦРУ, взяв ордер на уничтожение преступника номер один на планете Земля, предпринять какие-то конкретные шаги, все остальное – это лишь тихое маневрирование, в основном политическое, и все угрозы, они чистословесные. Для Путина это вынужденный информационный повод, когда он обязан предстать. И по выражению его лица видно, что ему плевать на это. Где-то там, в районе Курска, там кого-то поубивало, кто-то куда-то зашел. Да какая разница? Кемска волос, да пусть забирают, не обеднеет. И Путин, только потому что ему сказали, ну, Владимир Владимирович, ну, все-таки, знаете, так получилось, ну, проспали мы, да, ну, надо бы что-нибудь сказать для народа, ну, о том, что мы победим, о том, что сейчас мы уделим внимание, о том, что будут предприняты меры, ну, уж так и быть. Когда Пригожин двигался на Москву, вот тут Путин искренне верещал. Два раза он обращался к советскому народу с высокой трибуны, два раза ему памперс меняли публично, потому что переполнился. А здесь, ну, он так вальяжненько вышел, не выспавшийся, потому что в это время у него обычно бассейн, он там первые три часа дня нам плавает, у него потом черная икра, потом у него фуа-гра, ну, так уж и быть, какие-то дела. А тут ему сказали, ну, Владимир Владимирович, значит, надо бы, вот, если можно, утренний выпуск новостей, озабоченность, совет безопасности. Причем он поручил совершенно недееспособному Мантурову выиграть эту войну. Мантуров, он, который стал вице-премьером, Мантуров — это один из ключевых воров в экономической структуре откатов Российской Федерации, это миллиардер, человек со своим гостиничным бизнесом, со своими косметологическими клиниками, со своими коллекцией Бентли и Мерседесов. У него совершенно другие задачи, он, в принципе, для другого. Его сейчас подняли наверх до этого, он в течение 10 лет кормился с должности министра, теперь он вице-премьер, и это очень высокий уровень, то есть у него все то же самое, только умноженное на 2, на 3, количество денег, количество краж, количество хищений, количество присвоенного имущества. И тут ему говорят, ну, вы назначаетесь ответственным за решение этой проблемы. Какой? Вот теперь курский губернатор должен выиграть курскую битву, и теперь ему на помощь приходит Мантуров, один из великих специалистов по воровству и откатам. Он должен выиграть войну. Ну, вряд ли у него это получится. Спросить с него, конечно, не спросят, и это всего-навсего такая вот устышка. Нужно было изобразить чувство глубокой беспокойности. Как мог, Путин сыграл. Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, я напомню нашим с вами зрителям, что стать участником этого стрима очень просто. Можно только написать комментарий под этим видео. Ваш город, ваша страна, откуда вы нас смотрите, нам очень интересна география нашей с вами аудитории. И поставьте этому видео лайк, потому что так его посмотрят как можно больше людей. Сергей, на фоне этих событий глава ГУРМО украинской разведки Буданов сказал, что для переворота в России нужен лидер на месте. Один из них сейчас находится в Украине. Сергей, как вы считаете, есть ли в окружении Путина люди, которые готовы на данный момент организовать переворот? Ни в коем случае. В радиусе ближайших ста рукопожатий от Путина пирамида кормящихся от его ладошки этого рукопожатия. Если селекция могла подразумевать какую-то выбраковку 20 лет тому назад, отстрел, умершвление, отстранение, или хотя бы просто перемещение подальше от Москвы, теоретически возможных, не то чтобы шебутных каких-то неиспровергателей власти, но хотя бы просто не очень довольных властью, то сейчас это безвоздушное пространство. В этом вакууме больше никто не водится. Там никакой бациллы нет. Там не вырастет абсолютно ни один зеленый росточек. И Россия, она почему во все времена и Советский Союз так старательно пестовали тайную полицию? Потому что, с одной стороны, престол, мы помним по табакеркам, он был в руках гвардии. Судьба престола Российской империи в руках гвардии. А с другой стороны, в руках тайной полиции, которая, если надо, может проспать совершенно спокойно покушение Михаила Багрова на Столыпина и позволить убить ключевую фигуру российской не столько политики, сколько истории. А может вмешаться как ЧК и перерезать абсолютно всех инженеров в стране, потом покупать их в Америке за золото. Поэтому решать любые политические задачи. И тайная полиция на сегодня в России это настолько мощная, настолько важная, настолько системообразующая структура, что она давным-давно уже не допускает, поскольку устранила. Любые помарки в своей работе, не может быть никого, кто даже ночью один на один с собственными мыслями подозревает Путина в возможности уступить ему трон, потому что давайте-ка я сяду, я буду лучше, из меня получится хороший президент. Нету таких. Они, когда даже боялись мысленно, ночами, так к самим себе примерять шапку Мономаха, уже изведены абсолютно все под ноль. Никого. Частенько. Были политики, был Навальный, именно поэтому и убитый. Был Немцов, именно поэтому и убитый. Еще есть несколько фигур, но они уже все за пределами России. Внутри России какой-то пункт, какая-то революция в ближнем кругу, в дальнем кругу. Исключены абсолютно. Но Россия, она, опять-таки листаем учебник истории, в этом отношении не линейна, как та же самая Германия, где, если что, все согласились, стали по стойке смирно и сказали «Хай Гитлер». Россия, она в этом отношении непредсказуема. Спичкой воспламеняющий процесс может оказаться все, что угодно. В Казахстане, в котором давно уже заасфальтировано все, Жен Язен вспыхнул так, что пришлось вводить войска УДКБ. И если бы не Син Цзиньпин, то из Казахстана Путин бы не ушел. Но, тем не менее, полыхнуло где? Дали. На плохо контролируемые, плохо просматриваемые территории. В России мы помним, что когда за Навального выходили, а выходили, чем дальше от Москвы, тем яростней был. А за Фургала. Причем Фургал человек системы. Ну, просто так получилось, что на него прилетело не за то, за что сел. Но у людей забрали без спроса. Им не то, чтобы этот Фургал был ценен, но сам по себе факт вероломства власти из Москвы, которая позволяет себе шуровать где-то там на огородах провинции. Возбутил людей настолько, что за Фургала сколько кипел регион? Да больше, чем полгода. И не угадаешь. Поэтому рядом с Путиным точно никакие искры невозможны, никакое искрообразование не будет допущено. А вот там, где плохо просматривается, ведь не случайно же с губернаторов все спрашивают. Не случайно же за войну отвечают губернаторы, за лояльность отвечают губернаторы, за головы на фронт рекрутов по 400 тысяч отвечают губернаторы. За все отвечают губернаторы. Мы посадились тебя кормиться ярлыком на княжине с этой губернии, ты нам лояльность, налоги и за веру царя Отечества. А если что, спросим. Это же старая русская поговорка положение хуже губернаторского, потому что могут приехать в любой момент казнить, но уж никак не миловать. И там где-то вдали возможно, ну какие-нибудь там условно говоря дальневосточные партизаны, или какой-то там шаман Габышев. Ведь происходит же это в стране. Вот казалось бы, уже всех запугали, уже все в ужасе. Тем не менее, это как вот на могилу Навального знают, что под присмотром, под камеру, под идентификацией личности, а приходят с цветами. Или за надеждой на подпись свою ставить. Знают, что за это потом очень даже сильно могут наказать. И тем не менее, верят, отважно приходят. И те сейчас в пакете обмененные политзеки, которые на Западе наконец-то обрели свободу. Ведь, например, та же самая Скаличенко, Саша, художница, которую ценники в магазине меняла. Маленькая, не политическая акция, но тем не менее, отчаянной смелости человека, которого государство проконтролировать не смогло. Вот такие смутьяны в России вводятся. Но говорить о том, что может быть, через ухудшение экономической ситуации, политической нестабильности, или поражение на фронте, волна народного гнева, который достигнет Москвы, исключено. В ближнем кругу Путина и подавно исключено. В воскресенье президент Зеленский официально подтвердил, что F-16 уже в Украине. F-16 тему мы обсуждаем уже больше, чем полгода. Теперь можем сказать официально. Как вы считаете, как на эту новость отреагировали в Кремле, и как F-16 могут изменить ситуацию на фронте сейчас? Это огромная политическая победа Украины. Потому что в Украине постоянно говорили о том, что вы еще маленькие дети, вам, знаете ли, нельзя давать серьезное оружие. Вы уж там боитесь, как пирочинами, ножниками, но не дай бог мы вам сейчас в руки дадим такую игрушку, которая рванет. Вы же то выглядишь сами поранитесь, да еще и войну выиграете. И на протяжении вот этого всего жуткого, совершенно лицемерного западного варианта помощи мы помним, как в Украине не позволены были танки. Абрамс и дадим. Это же леопарды. Вы что, украинцы, леопарды доросли? Не только до первых, до вторых. Так вы еще размечтаетесь, вы еще смотрите, вам что, челленджеры, что ли, давать? А потом выяснилось, что нет, да нет, можно. Вы знаете, Украина может даже этим пользоваться. И сама все по пальцу не попала молотком, а на фронте кое-что, в том числе и линию фронта, тихонечко сдвигает. А ракеты среднего дальнего радиуса действия, «Да ну что вы! Нет, ну уж точно Украине нельзя! Да ни в коем случае!» А потом выяснилось, что можно. И самолеты были как раз вот вершиной этого азберга лицемерия, когда говорили, что «Ну уж точно совершенно недопустимо! Ну как? Ну F-16! Да вы же возьмете и воспользуетесь этим инструментом по прямому назначению, а он победоносен, между прочим. Вы что, собрались у России войну выигрывать? Нельзя вам!» А потом выяснилось, что F-16 может. И эта политика, это ни в коем случае не имеет никакого отношения и Украина показала себя как очень стойкая нация, при том, сколько конфликтов в Украине, при том, сколько нерешенных вопросов, но пока там в тылу кипит политическая жизнь, разногласия, вот здесь мы видим Украина, как только она остается без оружия, она несгибаемо держит фронт, а когда она получает оружие, она двигается вперед. И для России это двойная неприятность. Получение F-16 говорит о том, что мир в очередной раз сказал «да», там, где до этого было «нет». А во-вторых, конечно же, F-16 это усиление фронта. Сам по себе F-16 это самолет, которому в этом году исполнилось 50 лет. Насколько 50-летие давности техника в состоянии выигрывать войны? Ну, не очень. Но, тем не менее, F-16 это не сам по себе отдельно взятый самолет, который в небе может серьезно изменить ход войны. F-16 это НАТОвский комплекс, системы обеспечения, а также выигрывание воздушного боя. Потому что F-16 по своим тактико-техническим характеристикам не выдающийся. Ну да, он четвертого поколения. И он действительно модернизируемый. Это там 125-я по счету его модернизация. Но для того, чтобы F-16 воевал, ему для этого не нужно быть выдающимся самолетом. И получение F-16 Украины означает, что вместе с F-16 пришел весь комплекс наземной поддержки. Пришла система ПВО, пришла система обнаружения целей, в том числе дальней цели, потому что те самые знаменитые парочки аваксов, которые Швеция подогнала, и спутинговая группировка, они позволяют определить за пределами возможности F-16 наличие противников в небе. И на ту дистанцию, когда сам F-16 не видит своими системами обнаружения, у него подсказка на экране, потому что «Смотри-ка, вот там СУ какой-то 35-й пошел на тебя охотиться, он-то тебя еще не видит, а мы его уже видим». И здесь еще важно, конечно, не столько самотехническая способность F-16 к воздушному бою. Напомню, в современном воздушном бою неприятели друг друга не видят. Это точка на радаре, это точка на экране. Ты нажимаешь кнопку и туда что-то полетело, например, твоя ракета. А вот от того, какая ракета, очень многое зависит. И F-16 в самой последней модернизации, F-16, когда мы только начали выпускать, когда он в 78-м году вступил в войска, он стоил 4 миллиона долларов. Сейчас он стоит порядка 35 миллионов долларов. То есть, это уже современный, другой самолет, и у него нагрузка 9 тонн, то, что он может вместить из вооружений у себя на подвес, на крылья, на фюзеляж. И когда там самые современные ракеты класса «Воздух-воздух», вот тут уже неважно, это 50-летней давности F-16, или это та самая ракета образца 2018 года, которая совершенно четко выходит на цель, и неважно, это Су-35 или какой-нибудь по-2, а ему все равно конец, потому что точно будет идентифицирована цель и уничтожена. Вот это важно. И важно как раз вся та комплексная поддержка, которая сопровождает полет F-16. F-16 ведут с земли, подавляют, в том числе, радиоэлектронными средствами борьбы, помехи, которые ставят ему, определяют его цели и дают ему очень выигрышную позицию, которой у России нет. Потому что Россия так не воюет. В России по-прежнему еще очень важен пилот-герой, который, если что, пойдет на таран и грудью закроет образор. Ну, заодно с гранатой под танк. в Европе по натовским лекалам, под которые создана как раз и доктрина войны F-16, подразумевается комплект, когда воюют на пересечении всех наукоемких наукоемких позиции для F-16. И F-16 на фронте политически чрезвычайно мощное пощечину Путину еще и означает, что вот теперь у российских самолетов будут серьезные неприятности, несмотря на то, что F-16-50 лет. Сергей, я хочу с вами обсудить еще следующую новость. Обмен заключенными между Западом и Россией вернули Красикова. Он был агентом ФСБ, об этом уже официально фактически сказали в Кремле. А немецкий билд написал о том, что Красиков мог ликвидировать или быть причастным к ликвидации СССР. В 2000 году эту новость фактически обговорили, этот обмен обговорили и с политической точки зрения. Давайте подсветим эту новость в другом контексте. Некоторые, даже западные СМИ, уже называют Красикова личным киллером Путина. И на подтверждение этих слов может быть то, что когда встретил Красикова Путин, он сказал «здорова». Это прямая цитата Путина. А как вы считаете, мог бы он быть действительно личным киллером Путина? И что вам известно об этом агенте ФСБ? Когда в Берлине его судили, то в качестве свидетельницы выступала одна из женщин, рассказывающая со слов Красикова о близости с Путиным, когда они дружили семьями и когда Красиков с Путиным ездили на стрельбище и Путин, кстати, по словам Красикова, неплохо стреляет. И взаимоотношения между ними гораздо сильнее и глубже, чем можно было бы предположить. То есть, это не одноразовый расходный материал, это действительно человек близкий. явно знающий настолько много, что недопустимо его оставлять вне зоны контроля. Потому что, условно говоря, он получил пожизненное, через 25 лет может начать что-нибудь рассказывать. Не надо этого рассказывать. И поэтому Красиков, во-первых, он свой, во-вторых, своих не бросают, а в-третьих, и не надо, чтобы он был брошен. То есть Красиков это действительно ближний круг Путина, про который мало кто знает. предположить, что он, например, личный киллер Путина, что он его личный приятель, и вообще он такой порученец по кровавым делам. Конечно же, мы можем это себе позволить, тем более, что мы каждый раз, видя картинку, никак не можем сфокусироваться на ней и признать очевидный ужас и коварство российской системы уничтожения врагов. Мы каждый раз, когда ходим вокруг да около подрыва домов и рязанского сахара, мы всё ещё не верим, что это свои уничтожали свои. Это для того, чтобы… Знаменитая фраза одного из цитируемых полковников «Сколько крови нам пришлось пролить, чтобы посадить Путина на престол, и ещё больше придётся пролить для того, чтобы его оттуда снять», она как-то проходит вне внимания. То есть это для того, чтобы у Путина появился карт-бланш, чтобы он мог красиво выглядеть, наказывающий Чечню за терроризм. Для этого нужно было в Москве, в Волгограде взорвать дома с людьми и похоронить их. Не может этого быть, мы в это не верим. Зря мы в это не верим. Но если поверить в то, что совершенно спокойно ФСБ взрывает дома на улице Гурьянова, дом на улице Гурьянова с мирными людьми, для того, чтобы у власти появился вариант политического маневрирования, то почему не предположить, что, например, есть Красиков, в котором Путин в спокойной приличной встрече говорит ему, слушай, реши вопрос, вот там, знаешь, Собчак, ну, что-то как-то пора, наверное, ему. И особенность всех спецслужб мира в том, что устранение цели не выглядит, как в кино. Это не Джеймс Бонд, это не снайпер. Хотя Красиков в том числе готов был и стрелять, и мы видим, что как раз он попался на том, что стрелял в Берлине. Но вообще-то все спецслужбы мира имеют практически одинаковые методички. устранение оппонента, устранение врага происходит, ну, если не на поле боя, оно происходит, как несчастный случай, замаскировано под него идеально с максимальной степенью достоверности. Мы же помним, что не так давно на дорогах и в Украине, и в России были подставлялы. Когда ты едешь, ты точно знаешь, что ты хороший водитель, в этот момент какой-то странный звук, к тебе подлетают какие-то ребята вежливые на выгод. Слушай, ну, простите, но вы нас зацепили, с вас 100 долларов. И вы смотрите, у вас на машине есть какая-то царапина, и вроде вы слышали какой-то звук, и вроде вы уверены в себе, но вот очевидность, она всё-таки опровергает вашу невиновность. Вы понимаете, что, ну, наверное, не доглядел. Вот эта степень, насколько убедительно выглядят люди, рассказывающие вам о вашей вине. Вот по этому же самому принципу маскируется под несчастный случай убийства. Потому что когда нужно было убить Галича, Галича убили именно так, а потом сказали, знаете, током ударился. Когда нужно было убрать Леди Ди, Леди Ди убрали, но безотносительно моральной оценки этой ситуации с точки зрения профессионально исполненной работы максимально качественно. Для того, чтобы убрать, ну, например, Патеркацишвили, чуть более грубо сработали, и тем не менее вчера был жив и здоров, а сегодня умер. Точно такая же ситуация практически с несчастным случаем здесь какая-то остановка сердца. У Леди Ди, ну, посмотрите, вот у неё было ДТП. То есть Машерова, когда белорусского убивали, это было тоже ДТП с картофелевозом, посмотрите, ну, погиб, ну, вот бывает, ну, на дороге иногда такое случается. А Цоя убивали уже нерясливо, уже всё-таки мы видим падение профессионализма, потому что ДТП инсценировали потом очень грубо, и поэтому там не совпадают следы, потом там будет тросологическая экспертиза показывает, что не было всего того, что нам к Цою в качестве некролога прилагалось. То есть его убивали уже очень-очень непрофессионально. А Галича, ну, это 1972 год, убили прям совершенно чисто, без каких бы то не было помарок. И даже жена ему верила долгие годы, что он действительно перепутал радиорозетку с электрической розеткой, его убило напряжением в 220 вольт. Нас всё детство било током, когда мы пальцами постигали мир, и кто из нас не совал пальцы в розетку, и что, мы все погибли? Нас 220 вольт не убило, а Галича убило. И Собчака, знаете, ну, так получилось, что он умер. Это как раз была очень чистая работа, и нельзя со 100% уверенностью сказать, что подобного не было. Красиков, это человек ценный и не только дружбой с Путиным, но и теми тайнами, которые он себе хранит. Поэтому лучше его наградить, сделать из него сенатора, депутата Госдумы, посадить на вечное окорбление, на шикарную зарплату, на персональную охрану. А если надо, он поедет в командировку. И еще раз, где-то кто-то нечаянно умрет, запутавшись в шнурках и забыв, как завязывается галстук. Сергей, а какие именно тайны мог скрывать Красиков, по вашему мнению, чего так боялся Путин? Возможно, речь идет не только о Собчаке? Мы никак не можем уйти с точки обсуждения рязанского сахара ввиду чудовищности. Но если предположить, что это все-таки так и есть, то спектр действия Красикова гораздо страшнее, чем можно в принципе вот сейчас взять и попытаться додумать. Хотя хороший сценарист из Голливуда он как раз тем и знаменит, что фантазии своей предопределяет дальнейшие действия для террористов, потому как уж если, например, нужно самолет направить в какое-нибудь здание этого большого близнеца, в обоих больших близнецах, так про это фильм сняли за несколько лет до того, как Усам Бен Ладен посмотрел. То есть сначала написали этот сценарий, а потом уже его реализовали, причем реализовали, ну, на самом деле, дважды. Это не первый в истории человечества вариант, когда самолетом пытались уничтожить. Ну, бразильский эпизод, про который мало кто помнит, когда террорист-одиночку угнал в Бразилии самолет специально для того, чтобы направить его на дворец президента. Ну, другое дело, что отважный пилот не позволил ему этого сделать. Поэтому за Красиковым след, который тянется по своей чудовищности, он наше с вами воображение превосходит. А в геополитическом плане что этот обмен по вашему мнению может означать, ведь его уже называют самым большим со времен Холодной войны? С чего бы вдруг Путину по большому счету меняться? Красиков ему, конечно, нужен, но его можно было бы так или иначе какое-то время еще хранить в берлинской тюрьме, потом выторговать, хотя это, конечно, сложно. И видно, что Путин не отказался бы от такого обмена. Но если ему этот обмен выгоден только одним Красиковым, то, скорее всего, он бы на это не пошел. И этот обмен готовился на протяжении очень долгого времени. Сейчас уже появляются люди, которые говорят, да-да, я об этом знал два года назад, и мы помним, что список под обмен начинался с Навального и Путин. Вот представим себе ситуацию. Человек, который во всем мире признан, рукопожатен и экономически остается партнер. Китай с ним торгует, Америка с ним торгует, Европа с ним торгует, и газ покупает, и Мерседесы поставляет. Пожалуйста, микрочипы в любых количествах. Нужно Украину уничтожить современнейшими ракетами? Да вот вам чипы, вот вам вся электроника. Пожалуйста, микросхемы. Хотите, чтобы на элементной базе американской к вам пришли иранские шахеды? Да, пожалуйста. Мы потом, если что, разведем руками, скажем, что-то мы за два с половиной года так и не поняли. А откуда это у Путина микрочипы? Наверное, из стиральных машин выковырили или из сотовых телефонов. Да, ну, тут мы ничего не можем сделать. И два с половиной года мы ничего не можем сделать. При этом Путин очень надежный партнер. Он платит и не торгуется. И любые сделки, которые Россия себе позволяет, приглядные они или неприглядные, они чрезвычайно выгодны бизнесу. Именно поэтому, собственно, никакой бизнес из России не ушел. Именно поэтому на днях тут схватили за раку Volkswagen и сказали, минуточку, немецкий бизнес ушел из России, Volkswagen ушел из России. Откуда тогда в России можно купить сегодня Volkswagen? И Volkswagen долго говорил, что это не мы. Мы понятия не имеем, откуда берутся наши автомобили, как они оказались посреди России. И вообще, мы тут ни в коем случае не при делах. А до этого в России возобновил работу завод Citroën. И на сегодняшний день Франция, с одной стороны, Макрон угрожает, что войска введет в Украину и будет прямое боестолкновение между французской армией и российской армией. С другой стороны, Citroën в Калуге выпускает свои автомобили с логотипом Citroën. И на вопрос французам, минуточку, это что такое? Это пособничество фашизма. Citroën говорит, какой завод? Где? В Калуге? У нас? Логотип Citroën? И машины наши? Понятия не имеем. И что, много? Тысячи? Сто тысяч? Да нет, ну мы, конечно, разберемся, но вы нас обманываете. Не может быть в Калуге никакого нашего завода по выпуску Citroën, продающихся через официальную дилерскую сеть Citroën, Citroën гарантии с Citroën венкодами, с Citroën логотипом. Быть такого не может. А во Вторую мировую было, и Вермахт въехал в пределы России на, в том числе, грузовиках Citroën, а заодно и Renault. Ну, не говоря, ажарщики, бюсингах и Мерседеса Бетсон. Поэтому с Россией торгуют, и Путин по-прежнему важнейший экономический партнер. И вот Путин, он торгует, он продает нефть, он продает газ, он получает за это оборудование, технику, станки, снаряды. Ему там Северная Корея помогает, Иран помогает ему, Венесуэла помогает ему, Китай помогает, ему Германия помогает, которая тоже ему присылает очень много чего. И через дырявую границу между Евросоюзом и Россией тоже приходит любое количество товаров, которые закажут. Путин сверхнадежный, сверхприбыльный партнер. И его принимают во всем мире. Именно поэтому за его головой ни одни Джеймса Бонда, никаких разведок мира по сию пору не пошли. Потому что, не дай бог, вы возьмете эту золотую курочку и нечаянно прибьете. Это у русских сказка есть дурацкая курочка-ряба. Дед бил, бил, не разбил. В конце концов, разбил. Потом горевал. Квинтэссенция русского ума. Ты зачем золотое яйцо бил? Ты зачем его разбил? Я не знаю, но мне очень хотелось. Вот с Путиным нельзя такое позволять. И вот Путин торгует, но при этом то Китай начинает платежи притормаживать. И говорит, что на этих юанях, пожалуй, мы с российскими банками тоже не работаем. И Индия нефти купила, а расплатиться никак ничем не может, не получается. И теневой флот весь российский почему-то попадает в поле зрения всего мира. И все отслеживают, сколько и чего, каких баррелей, каких кубометров нефти и газа Россия продала, купила и сколько на этом заработала. То есть есть трудности. При этом Путин ни в коем случае не враг. Ну все за Украину, все против Путина. А на самом деле мы видим, что не против они Путина. И вдруг Путину приходится предложение. Владимир Владимирович, а давай так, вот у тебя тут все нестабильненько там. То Китай что-то хулиганит, то Казахстан не все получается, то швейцарские посредники подводят. Давай мы чуть улучшим бизнес-климат. Вот есть одно предложение. Давай махнемся. Нам Навального, ну и там мелкий гарнир из политиков, а тебе зато стабильность. Мы тебе обеспечим. Как всегда отвернемся, как всегда не поймем, как всегда, как Америка два с половиной года. Разведем руками, скажем, какие микросхемы. Ну мы не понимаем. Ну как так? Слушайте, ну два с половиной года это такой срок, мы это как мгновение пролетело. Мы даже обернуться не успели, как в России, смотрите, вот с микрочипами все хорошо. Мы, конечно, разберемся, но пока не можем. Володь, давай так. Ты там Навального, а мы тебе стабильные контракты, денег сколько хочешь. И что там все надо, ракеты украинцев убивать, микросхемы, приборы ночного видения, Starlink. Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что на фронте воюют с Starlinkом, а Илон Маск говорит, какой Starlink? А я не продавал. Может, и не продавал, а у российской армии он есть. И Путину это предложение болезненно, но выгодно. И только потому, что оно выгодно. Он может кемнуть головой и сказать, ну ладно. Но только одно предварительное условие, я его не озвучу. Я сначала Навального убью, потому что он слишком серьезный оппонент. Он единственный, весомый кандидат в должности президента Российской Федерации. Я этого не хочу. Вот я сейчас Навального убью, но потом я посмотрю, если ваши предложения останутся лицемерные, выгодные для меня, тогда поторгуемся. Мы имя, кстати, Красикова, а мы тогда, может быть, что-нибудь вам еще дадим. И вот когда конфигурация складывается выгодная для Запада, но потому что Путин платит сполна, и выгодная для Путина, потому что у него все прекрасно. Чипы приходят, оборудование приходит, танки приходят, наряды поступают, ракеты строятся, танки молодятся, проходят очередной цикл реинкарнации, отправляются на фронт, и даже есть деньги для того, чтобы платить рекордом на эту первую в истории России платную войну. Раньше-то войны были бесплатные. Одно дело, когда за подбитый танк премия, а другое дело, когда за зарплату убивают. То есть вся российская армия, это армия наемников стала. Вот никогда такого в России не было. Никогда Россия не воевала 100% армией наемников. И приходит выгодное предложение. Меняемся? После убийства Навального? Да запросто. Вы мне Красикова, и что там вам надо? Кто? Яшин, Карамурзан? Да забирайте. Я даже не знаю, кто это. Хорошие ребята, наверное, толковые. Ну, не опасные абсолютно. Потому что Яшин, ну что, Яшин президент Российской Федерации? Карамурза президент Российской Федерации? Да нет, ну что? Навальный. Навального нет. И поскольку Запад за Путина, он поддерживает Путин, лицемерно это не признавая. Путину предлагается обмен, Путин на него соглашается, и после этого уезжает несколько заключенных, а в России их больше двух тысяч. И про них разговора нет, про политзаключенных, которых тысячи в России. 16 человек из списка забирайте. Мне Красикова. Всё. Обмен на этом заканчивается. Но у нас же с вами обязательства. Я продолжаю торговать, вы продолжаете покупать, и вы продолжаете меня поддерживать. И Россия на этом выиграла. Она получает поддержку, в первую очередь экономическую, не говоря уже о всяких Орбанах и ФИЦах, которые политически поддерживают. Экономически важнее. Для войны важна экономика. Экономика Запада, способствует росту военного потенциала России после этого обмена. Сергей, спасибо вам за этот разговор, спасибо за вашу позицию, за ваш анализ. Отдельное спасибо за ваш экскурс в историю, за ваши сравнения прекрасные. Напомню, нашим зрителям общались с Сергеем Асланьяном, это ведущий Ходорковский лайф. Если вам, в свою очередь, это видео понравилось, поставьте прямо сейчас ему лайк. Напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, ваш город, ваша страна. Это важно для продвижения этого видео и те месседжи, которые мы обговаривали на этом стриме, их услышит как можно больше людей. Сергей, спасибо вам и увидимся в скором в эфире на 2.4.